Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Как всегда, мы рады видеть друг друга. Сегодня наша тема – розы. Сколько можно про розы? Вот парадокс. Чем больше про нее мы знаем, или вообще про какое-то растение знаем, тем больше это растение находится в культуре, а розе уже больше двух тысяч лет, тем больше вопросов. Но мы сегодня не будем распыляться. Мы постараемся сфокусироваться на маленьких моментах. Это черенкование, потому что в августе месяце мы можем делать успешно окулировку и заниматься черенкованием роз, потому что еще много побегов пригодны к черенкованию. Пошли черенковать. Ну а теперь приступим к практической части нашей темы про розы. То есть размножение и размножение именно в конце лета. А в этот период кусты роз, некоторые еще продолжают цвести. И поэтому можно найти достаточно много побегов, которые использовать для августовского черенкования. И к тому же в августе еще существует такой способ, который называется окулировка. Волшебный метод. Вы потом просто все будете вокруг методом окулировки прививать. Это так увлекательно. Выбираем побеги, как будто бы мы занимаемся этим в середине или в начале июня, смотря как у кого происходит процесс вегетации в зависимости от региона. Для того, чтобы успешно прошло черенкование, надо в первую очередь обзавестись хорошим острым инструментом, который не будет зажевывать стебли и не будет происходить зажимания, сжиматься стебель. То есть когда он на срезе, я вам сейчас продемонстрирую, если инструмент острый, то происходит мягкое такое вот срезание. Если инструмент тупой, то происходит сжимание сосудов, пучков, и тогда очень плохо происходит укоренение. То есть не должно быть никаких заусенцев, никаких ошметков на нашем срезе. Инструмент. Для того, чтобы заниматься прививкой, окулировкой, густовская или конца июля месяца черенкования, окулировка предполагает, что у вас есть в арсенале, если вы уже настоящий розовод, у вас есть окулировочный специальный нож. Если окулировочного ножа нет, то подойдет хороший перочинный ножик, который будет иметь с одной стороны хорошее острое лезвие, а с другой стороны могут быть совершенно различные тут приспособления. Но это заменит окулировочный нож, потому что вот эта вот часть, она тупая и хорошо подойдет для того, чтобы потом я покажу раздвигать кору и отделять ее от камбия. Так, инструмент. Хорошо. Приходим мы к нашему кустику с розами и всенепременным условием в этот период, конец июля-август месяц, должно быть то, что когда мы будем смотреть черенки, которые вырезаем, во-первых, мы их будем вырезать, конечно же, со средней части, чтобы они были слегка уже полуодревесневшие. Хотя вот этот вопрос черенкования очень такой всегда спорный. И что спорят, когда черенковать? В одних источниках говорят о том, что черенковать надо до того, как цветок распускается, то есть фаза окрашенного бутона. Второе мнение – это после отцветания. Но какая бы стадия фаза развития черенка и вашего в целом розового куста ни была, вы обращайте внимание на то, чтобы в месте прикрепления листа не образовалась почка. Потому что если образовывается почка, то такие черенки, они оказываются очень жрующие, водянистые, и укоренения практически не происходят. Ну, иногда там что-то у кого-то получается, на процент очень небольшой. Мы черенкуем. Значит, мы срезаем лист первой почки. Срез делаем косой со стороны будущей почки. Непременно вот с этой стороны, в этой плоскости. Черенок можно брать с двумя междуузлиями. Раз, два. Если вот это вот расстояние междуузли сближено, либо кусты старые, то тогда, или трудноукореняемые, то тогда мы берем с тремя почками. Раз, два, три. Пусть у нас будет две почки. Сантиметр сверху. Следующий черенок мы сделаем с тремя почками. Вот она первая. Вторую мы слегка обрезаем. И эту обрезали так. срез косой со стороны почки. Если у вас есть на этой стороне, либо на какой-либо другой стороне шипы, мы их убираем. Следующий лист мы убираем наполовину. Или если он очень крупный, то можем вообще его удалить. И один лист оставляем целым, для того, чтобы все-таки происходил фотосинтез. Пока я его отправлю в воду. и отправлю в воду, которой я еще не приготовила, но он будет с одной почечкой. Шипы мы вроде бы тут убрали. Но можно такого лохматого немножко подстричь. Пусть пока полежит. Пока я буду рассказывать о том, куда мы будем черенковать. Ну, нет у вас череночника, значит, вы можете приспособить любую емкость. Это может быть ну вот емкость от мороженого. Это может быть если черенков немного горшок. Как в случае любого черенкования, две трети занимает питательный грунт и одну треть занимает песок. Сантиметра три. Песок должен быть промыт, просеян, чтобы не было вкрапления ивистых частиц. Вы промываете его до той степени, пока вода не перестанет быть мутной. Перестала, значит, можно использовать наш песочек. Он уже очищен. Вот смотрите, здесь я уже высадила. Черенкуем по обычным правилам. Тоже прижимаем. Все это должно быть у нас увлажнено. Прижали после того, как мы воткнули туда черенок. И расстояние между рядами порядка восьми сантиметров. Ну, и в ряду порядка как спичечный коробок, короче, на длину спичечного коробка. Как у вас будет получаться. К тому же, вот видите, некоторые черенки не совсем облиственные или имеют не такие уж крупные листочки. А некоторые сорта вот с такими мощными листиками, которые я даже немножко подстригала. Поэтому, естественно, что если мы будем такой сорт размножать штук десять, то расстояние у нас будет между черенками больше. Если миниатюрные розы, то они еще могут быть располагаться ближе. Раз черенковали, посадили. Давайте, давайте, давайте дальше. Если в отдельный горшочек, то история такая же. Когда у вас немного черенков, то в такой горшок можно посадить и два растения, накрыть их баночкой, вот извиняюсь, баночку не заготовила. И под этой банкой мы не будем открывать до тех пор банку, пока не увидим, что из междоузлия начала просыпаться почка и пошел росточек. Ну, можно подергивать, когда вы почувствуете, что черенок оттуда не отпускает его земля, значит, там образовались уже корешки. До той поры, пока не появится, не начнет трогаться в рост почка и черенок будет прочно сидеть в земле, мы банку не открываем. Мы поливаем, не открывая под банку. Затем мы можем приоткрывать. После того, как уже отрастет на сантиметров 5-6, можем банку вообще снять, но не забываем про поливы. Всегда непременное условие при черенковании роз это постоянная влажность. Если бы мы могли выращивать в условиях туманной установки, то это было бы замечательно, но дома такую установку не поставишь и нету в принципе и надобности. Поэтому ухищряемся, кто как может. Вот такой заполненный череночник мы можем отправить. Это будет очень удобно, потому что на стадии роста укоренения происходит урос в течение месяца, если хорошие условия. То есть через 10-14 дней появится уже на срезе появится такой белый налет, уплотнение, от которого затем пойдут корешки. Значит, через 10-14 дней колюс, а через 25-30-35 дней появятся уже корешки. И до этого момента мы должны, если наш череночник находится на солнечном месте, стоят жаркие дни, мы должны опрыскивать ну просто каждые 4-5 часов, чтобы постоянная влажность была. Когда под банкой, тогда условия более комфортные, потому что влага там постоянно остается, и мы подливаем вокруг. Но заливать тоже не следует. После того, как уже укоренение произошло, то мы можем снять нашу пленочку, другое укрытие, и уже опрыскивать несколько раз в день, 2-3 раза в день, а потом уже и в принципе просто поливать под корень. Поэтому вот такой ящик иногда можно сделать, если кто-то очень такой мастеровой, и руки растут оттуда, откуда надо, то можно сделать деревянный каркас, например, для ящика любого или любой другой емкости, и этот каркас отправить в пакет. Я воспользовалась мусорными, извиняюсь, пакетами, и отправляю туда наш импровизированный череночник. Я сделаю его сдвоенным, потому что чтобы при наших все-таки частых манипуляциях не дай бог он бы не порвался. Он немножко плотноватый. Затем для того, чтобы выступающий конденсат не скапывал на листе, мы можем либо какую-то ткань тонкую, либо марлечку, либо воспользоваться газетой, немножко так увлажним, чтобы она была послушней, и отправляем, располагаем на поверхности, чтобы конденсат не стекал. Желательно в таком череночнике, если вы делаете его сами, предусмотреть двускатную такую крышу, чтобы она была в сечении, либо хотя бы односкатную. То есть с этой стороны можно поставить палочки, и тогда у нас не будет необходимости удалять конденсат. Затягиваем, либо завязываем, если будет другой какой-то пакет. У меня здесь классный пакет с завязочками, мы затягиваем, завязываем, и у нас получается такая замкнутая экосистема. То есть вода здесь будет циркулировать непрерывно. Когда станет тепло, образуется конденсат. Когда похолодает, вернее, наоборот, когда холодно похолодает, конденсат образуется, потому что там все-таки будет происходить нагрев, где бы не стоял этот наш череночник. Когда потеплеет, вода начнет испаряться, и опускаться вниз. И это будет так циркулировать. В таком череночнике мы будем заглядывать туда один-два раза в неделю, для того, чтобы проверить, соль идет хорошо, и не происходит ли подгнивание. Если мы видим, что какие-то череночки начинают темнеть, буреть или чернеть, то мы их удаляем, чтобы они не разносили инфекцию. Это такой хороший метод, для того, чтобы не производить эти бесконечные дневные опрыскивания. Можно еще несколько упростить себе задачу. Так, наша поляна. Для этого выбираем горшочек. Горшочки мы наполнили питательным грунтом. Делаем углубление сантиметров 8 глубиной и в диаметре сантиметра 3. Наполняем образовавшуюся луночку землей. Проливаем. И теперь мы уже туда будем отправлять черенок. Что нам это даст? Это нам даст то, что снова мы сделаем давайте с двумя между узлями. Срезали подпочку, обрезали лист, удалили шипы. Шипы будут отнимать питательные вещества и в конце концов они могут начать загнивать, что также будет служить инфицированием основного побега. И мы уже сюда отправляем в песочек наш черенок. помещаем его либо в какой-то общий череночник общежития, либо индивидуально его помещаем под банку. Это нам даст то, что затем не надо будет пересаживать. То есть в октябре месяце, когда мы будем заносить наше растение в помещение, то пересадка не потребуется и в дальнейшем в следующем уже сезоне весной следующего года мы можем высадить прямо из горшка растения, не травмируя его и лишний раз не тревожа на клумбу либо на разводочную какую-то грядку. Это такие обычные методы. Что я вам хочу еще порекомендовать и что я испробовала и оно в самом деле получалось. такой очень интересный. Я думаю, что он понравится, метод такой, потому что очень веселый. Называют его буррито. Ну когда я в первый раз занялась таким черенкованием, тогда у него этого веселого названия буррито не было. Наверное, еще не получил он тогда широкого распространения. Но хочу сказать, что метод очень легкий и достаточно эффективный. Вот мы берем газету, любую. Берем черенки. Я уже приготовила черенки в таком виде, как они должны выглядеть для нашего буррито из роз. Ну и покажу вам как их сделать. Для этого мы всего-навсего берем черенок из средней части. Ох, какой он шипастый. Обрезаем все листья. Длина черенка для метода буррито должна быть 15-20 сантиметров. То есть это примерно как карандаш или обычная не какая-нибудь там навороченная шариковая ручка. Также удаляем шипы, чтобы они не отвлекали побег от его основного назначения образовать колес и затем сформировать корешки. Вот мы таким образом их удаляем. Избавились от шипов. Теперь наши розы без шипов наконец-то. Укладываем. Ну такой черенок можно было бы еще разделить. Давайте разделим и посмотрим что из этого будет. Черенки всегда при любом методе должны все непременно находиться во влажных условиях. Постоянно находиться в воде. Если вы где-то раздобыли или срезали черенки и будете в другом месте заниматься укоренением, то значит вы должны завернуть либо во влажную газету, влажную тряпочку. А если это произойдет не сегодня, то поместить их во влажном состоянии в холодильник. Здесь температура порядка 4-6 градусов. И там можно так сохранять черенки несколько суток. Теперь мы их заворачиваем. По одному заворачивать нету смысла. Можно вот так вот их немножко пучками, чтобы лучше сохранялась влага. Сюда можно добавить мха сфагнума и закручиваем как будто бы в лепешку или лаваш. Теперь я их намачиваю, смачиваю до такой степени, чтобы газета промокла, но чтобы она не раскисла в кашу для папье-маше. Лишняя вода должна стечь стекла. Теперь я помещаю в пакет. Какой это будет пакет без особой разницы. Иногда рекомендуют положить так, потом закрутить, закрутить и еще раз закрутить или положить на дно, если пакет широкий и закрутить. Но я предлагаю наверняка в каждом регионе напекается хлеб, который уже нарезан и запасован в пакеты. И в таких пакетах для того, чтобы даже хлеб не запаривался, существует несколько дырочек. Видите, маленькие такие. Я рекомендую с такими дырочками, потому что влага-влага, а закисание происходить не должно. Ну и все. Вот мы подвернули. Заворачиваем. Даже если пакет плотный, то я рекомендую сделать несколько надсечек, чтобы все-таки происходил воздухообмен. Это как ни крути, хоть и отрезанный, но живой организм, и поэтому лишний воздух, лишняя влага должны находить, куда им выбраться. И в таком состоянии мы можем положить даже под куст, либо в темном помещении, где температура порядка 18-20 градусов, и забыть. Ну, как забыть? Периодически надо доставать и осматривать, чтобы черенки не почернели. Либо всякое может быть. Возможно, температура повысилась, мы не досмотрели, не так закрутили, и черенки не подсохли, черенки, а газетка наша подсохла. Ну, кладем и ждем, периодически проверяем. Если что-то почернело, не жалея и не надеясь на то, что оно восстановится, мы это удаляем. калюс очень быстро образуется вот при таких условиях, потому что постоянная влажность, и черенки находятся в темноте, они вообще не понимают, где они находятся, и поэтому корнеобразование происходит тоже быстрее. Такой метод буррито. Еще метод я вам хочу подсказать. Наверное, кто-нибудь когда-нибудь вам дарил композицию, или наверняка вы видели, вот такой материал называется оазис или пиафлор, по-простому называют флористый кирпич. Некоторые в целях экономии хотят использовать уже пиафлор, который был в употреблении, в нем стояла композиция, то есть флористы туда втыкают стебли цветов и делают какую-нибудь очень красивую композицию. А я вам рекомендую попробовать черенкование вот в таких условиях, условиях оазиса, тоже очень красиво и очень интересно. Вот такой именно зеленый кирпичик, потому что кирпичики коричневого цвета, они предназначены для сухих букетов, и они не будут намокать. Вот видите, вот он такой легкий, а этот уже я намочила. Намокание происходит долго, то есть вы должны рассчитывать, что вот такой кусочек, он будет намокать, напитываться влагой, ну не меньше, чем час-полтора. Вот если нажать, то оттуда влага вытекает. И туда мы тоже отправляем наши черенки по такому же методу. Отправили, уже тут нам не надо нажимать, ничего, потому что все как бы происходит естественным образом. Отправляем. Можно сюда поместить еще два черенка. после этого мы помещаем целлофановый пакет и влага будет сохраняться. Можно воткнуть палочку, которой рыхло подвязать, чтобы здесь был такой объем, камера такая образовалась, в которой также будет происходить циркуляция влаги. Такие условия тоже очень комфортные. конечно не надо выставлять на южную сторону, на южное окно. Если нет у вас северного и западного окна, значит надо со стороны улицы сделать притенку, чтобы прямые солнечные лучи сюда не попадали. Иногда мы можем посмотреть, конечно когда происходит уже процесс укоренения пошел, образовался колюс, тут начала трогаться почка в рост расти, мы тогда чаще проветриваем и по мере роста уже не почек а побегов мы все ниже и ниже отворачиваем отворачиваем даем им дышать 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 но теперь мы уже следим за влажностью нашего оазиса потому что когда уже все работает и корни работают и листья работают у вновь выросшего побега то надо следить уже за влажностью оазиса а где-то уже с февраля месяца мы начинаем сюда добавлять растворенные удобрения в микродозах для того чтобы растение было крепким потому что если бы мы в горшочке выращивали или рассадили расчеренкованные в общий череночник черенки то мы бы уже в феврале месяце начали легкие подкормки этих наших будущих кустиков а так мы будем сюда капать и потом когда наступит время высадки в грунт мы сделаем следующую операцию аккуратно мы будем если у нас это будет два черенка то мы значит разрежем и прямо с этим оазисом не бойтесь что там корешки повредятся даже если и они прорастут сюда а зачастую они прорастают и сюда и туда то что мы их подрежем это будет только стимулировать рост новых корешков и прямо с этим оазисом мы так и сажаем грунт это будет также дополнительный источник влаги при пересадке очень хороший очень удобный метод контролируемая влажность не заставляет нас бегать каждые 3-4 часа увлажнять ну и то что касается нашей волшебной окулировки конечно могла бы я рассказать еще как я черенкую запущенном аквариуме очень быстро происходит процесс укоренения я не вникала чтобы это значило и почему ну наверное там все так хорошо за счет водорослей улиток и креветок происходит и колес образуется через 8-10 дней однозначно и корни пускают розы спустя 20-22 дня то есть такой опыт я проделывала не то чтобы опыт но вот так вот куда-то я уезжала и захотела попробовать и оно получилось поэтому пока еще патента нет вы можете это оформлять приступаем к окулировке что такое окулировка в августе месяце это прививка пока еще не совсем проснувшимися но уже наклюнувшимися почками я срезала побег сначала я присмотрелась к чему к тому что в местах прикрепления листьев видите какая уже хорошенькая почечка чешуйки у нее прижаты аккуратненькая чистенькая без признаков любой инфекции следующая почка такая же то есть вот с этого черенка со средней части я могу взять раз два три ну а здесь почка еще такая отдыхает для окулировки все у нас должно быть готово все должно быть стерильно окулировка проводится в корень шиповника но так как неудобно на участке это все отснять то я вам покажу это в таких лабораторных условиях полевых значит срезаем отрезаем черенок с таким расчетом чтобы в дальнейшем нам было удобно его держать но почка с пяточкой должна получиться и расстояние сверху то есть всего и длина его порядка двух сантиметров сверху миллиметров восемь а снизу миллиметров двенадцать острым ножом мы срезаем нашу почечку берем берем за черешок и тупым концом окулировочного ножа убираем отсюда древесину не хочет прощаться но мы заставим вот мы отделили и видим здесь если присмотреться прямо такие пучки проводящие есть помещаем непременно влажное условие пока для того чтобы вам показать пример как это будет происходить обычно окулировку делают на шиповник вот представим что это наш шиповник мы корневую шейку хорошенько очищаем освобождаем ее от всяких загрязнений влажной тряпочкой и в настоящий момент мы срезать не будем я положу чтобы это удобнее было смотреть делаем т-образный надрез половина радиуса затем дорисовываем палочку и тоже сантиметра два мы же помним что наша почка порядка двух сантиметров раздвигаем окулировочной пяточкой либо вот таким ножиком раздвигаем кору до камбия аккуратно и если наши манипуляции еще требуют какого-то времени то мы сразу уже прикладываем потому что окисление камбия происходит очень быстро прицеливаемся значит вот наш срез вот наша почечка значит надо немножко здесь укоротить здесь немножко укоротить раздвигаем снова и отправляем туда нашу почечку почечка не очень хочет отправиться но мы ее заставим надо еще немножко обрезать инструмент также должен быть острый не должно быть заусенцев все должно быть чисто все получилось просто очень жарко и теперь мы фиксируем обматываем я рекомендую воспользоваться пластырем в былые времена чего только не придумывали и сантехническую ленту кстати очень хорошая удобная и обычную изоленту советскую такую синего цвета и пакеты от молока резали на кусочки потому что не было соответствующих материалов значит делаем несколько обматываний переходим в нижнюю часть также обматываем если это у нас лента которая не липкая а какая-нибудь изолента то после того как мы зафиксировали плотно с обратной стороны мы под последние последнюю обмотку заправили бы наш материал который не липнет а тут все просто тут мы расприжали и все и вот это еще раз вас призываю проявить фантазию это наш шиповник в который мы сделали прививку почечку мы освободили видим и таким образом она будет расти и приживаться в дальнейшем через месяц мы потрогаем этот оставшийся черенок от листа если он отваливается значит это уже произошел контакт и началось сращивание окулировки с подвоем можем его отломать удалить на зиму мы окучиваем так чтобы сантиметров 3 сверху было у нас либо торф либо опилки сухие либо еще какой-то укровной материал чтобы наша прививка не замерзла весной марте апреле как позволяют погодные условия не забывайте постепенно разокучивать не сразу мгновенно чтобы молодая почка не подсохла либо чтобы не произошло ее выгорание таким образом можно прививать различные розы толщина подвоя должна быть не тоньше чем карандаш либо стандартная ручка то есть примерно такого диаметра либо чуть-чуть толще просто и работать с ней манипуляции проводить легче и кора уже на таких побегах она более вызревшая и хорошо отделяется хорошо бы подвой наш перед тем как мы делаем окулировку за недели две начать хорошенько проливать чтобы кора отделялась потому что если растет в таких условиях как хочешь так и выживай то кора может в нижней части корневой шейки она может подсохнуть и тогда трудно будет ее отделить от камбия будут определенные трудности ну таким образом мы можем сделать даже прививку и сделать самостоятельно штамп то есть если это наш шиповник мы обрезаем обрезаем все здесь обрезаем на пенек и точно так же только теперь уже в верхней части сделать прививку можно сделать несколько прививок разных сортов роз окулировкой и у вас получится свой собственный штамп но со штампами это уже совершенно другая история ну вот мне кажется что такие хитрости с черенкованием помогут вам размножать ваши любимые сорта роз не все розы укореняются одинаково некоторые сорта или некоторые группы уделяются черенкуются труднее но метод окулировки позволяет это проводить более надежно освоить его я не думаю что очень это сложный процесс и как помните в советском фильме Витцин кажется тренировался на котиках и когда у кого-то что-то не получается теперь говорят потренируйся на котиках поэтому идите вырежьте какой-нибудь кленовый прутик молодой и потренируйтесь на нем прежде чем браться за прутик нашего шиповника подвоем всего хорошего пишите комментируйте ставьте лайки до новых встреч субтитры субтитры